Доброе утро, СтопГейм! В эфире Инфакт! И для создания правильного утренне информативного настроения, даже если конкретно у вас уже не утро, начнём с приколюхи. Ютубер и 3D-дизайнер Хосейн Диба в свободное от работы время промышляет созданием ультра-реалистичных моделей, популярных игровых и мультперсонажей, актёров и так далее. Наш глаз зацепился конкретно за реалистичного 3D-Марио, но там на канале есть экземпляры по крипове. Реалистичный огурчик Рик, Аладдин, Гомер. Словом, всяческие рекомендации может и вам сделать день. Уже неделю страдающий симулятор пикапера Super Seducer 3 наконец-то нашёл где бы пришвартоваться. Кинуть, так сказать, якорь. Вошёл в гавань, если вы понимаете о чём я. А я, естественно, об игровом онлайн-магазине Games Planet, который по сравнению с GOG, EGS и Steam не побрезговал приключениями Ларуины и издал игру в свободном от цензуры и DRM виде. В комплекте с игрой дарят цифровую княженцу Little Black Book, куда входят фотографии и ссылки на инстаграмы всех моделей из игры. Для вашего друга. Для протокола же отмечу, что в игре присутствует не только откровенная, но и на всякий пожарный зацензуренная версия игры, чтобы вы могли спокойненько обстримиться ею вместе с друзьями. Ну чё, киберпанки, дождались? Немало ожидаемый, хотя все уже успели забыть патч для многострадальной, хотя все уже успели забить, Cyberpunk 2077 1.2 наконец-то вышел. Вроде как тот самый, что призван реанимировать проект и сделать из него тот самый киберпанк, который все ждали. И для ПК, и для консолей. В Steam игра загружает около 30 гигов. В патч-листе набралось более 500 правок самых разных направленностей. Полный список исправлений, любезно отсортированных по категориям, для вашего изучения по ссылке в описании. Из самого важного и любопытного, помимо очевидных исправлений всех мастей. Значительно увеличено расстояние, на котором появляются полицейские при совершении игроком преступления. У некоторых машин отрегулирована модель вождения. Управлять ими и менять направление движения стало проще. Доработано поведение противников. Усовершенствована прорисовка текстур на большом расстоянии. Повышена стабильность и улучшена производительность игрового движка и движка прорисовки. Оптимизирован и усовершенствован алгоритм использования памяти. Это снизит вероятность вылетов из игры. На видеокартах AMD включена трассировка лучей. Необходимы самые новые драйверы видеокарты. А в магазине Epic Games Store теперь доступны достижения. Еще раз хвалить за очевидно необходимые правки не станем. А вот скорых отзывов на исправленную версию игры ждем. Очень любопытно куда же судьба заведет нашего гадкого киберутенка. На прошлой неделе по сети прошел слух, что Sony собирается закрыть цифровые магазины PlayStation 3 и PS Vita уже этим летом. Слух оказался утечкой, которая теперь официально подтверждена. Цифровые покупки на PS3 отключат 2 июля, а на Vita 27 августа. После указанных дат вы больше не сможете приобретать игры, DLC и видеоконтент на старых консолях. Однако вы по-прежнему сможете скачивать товары, купленные ранее. Это же относится к играм и дополнениям, полученным через подписку PlayStation Plus. А вот с функцией Crossbuy есть хитрость. Если вы приобрели комплект Crossbuy, содержащий версии для PS3 и PS Vita, и загрузили только одну версию, до закрытия сервисов нужно скачать и вторую, в противном случае вы ее потеряете. Crossbuy, включающий в себя версии для PS4 и, например, для PS3, продолжит давать доступ к обеим версиям. Что ж, пора готовить окончательный список игр, которые хочется приобрести для PS3. Если она у вас, конечно, есть. Потому как путь в веб-версию PS Store для PS3, PS Vita и PSP со вчерашнего же дня навсегда закрыт. Даже по прямым ссылкам, выручавшим до этого. Дисковые версии, впрочем, никто пока не отменяет. Они будут работать исправно, как и прежде. Группа Nordisk Games уже какое-то время занимается скупкой миноритарных и контрольных пакетов акций в различных компаниях. Например, ей принадлежат 40% Mercury Steam и вся Avalanche Group. Первая славится, например, Castlevania Lords of Shadows, вторая серия Just Cause. А теперь она владеет и 30% студии Supermassive Games, соответственно, из-за кинематографические хорроры Until Dawn и The Dark Pictures. По всей видимости, студия сохранит независимость, но теперь у нее будет усиленная поддержка от инвесторов. По крайней мере, боссы обеих компаний видят сделку с событием позитивным. Первые 8 эпизодов аниме-сериала «Дота. Кровь дракона» на днях оказались в стриминговом сервисе Netflix. И аниме тут же выскочило на первую строчку по популярности в Болгарии, Филиппинах, Сербии, Украине и России. Посмотрим, сохранит ли анимешка этот статус на протяжении всего сезона. А еще интересно, чего о сериале расскажут наши кинологи. Кстати, вот вам идея, закиньте им, как выйдет. Прошедшая ночью издательство Wired Productions провело первую трансляцию имени самой себя, Wired Direct. Тема эфира — нишевые проекты, издаваемые их силами. Чего показали? Психологический триллер от первого лица Марта из Dead, действие которого происходит в конце Второй мировой во время битвы при Киньяте в Тоскане, стартует в четвертом квартале. Драматичная головоломная история об одухотворении детских игрушек под необязательный VR от создателей Fable, но в духе леммингов Тин Хартс, заявится на PlayStation 4.5 с поддержкой VR, Xbox One и Series, Nintendo Switch, на ПК, в Steam и Oculus, когда-то зимой. Космическая адвенчура Deliver Us The Moon получит бесплатный Next Gen Upgrade до Xbox Series и PlayStation 5, когда-то скоро. В пределах этого года к релизу ожидается продолжение кооперативного топ-даун-шутера про крошечных солдат Tiny Troopers Global Ops. Своебразная платформер-головоломка Lume Mode. Игроки посетят неоновый мир форм и цветов в виде его обитателей. Запуск этим летом на ПК и консолях прошлого поколения, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Экшен про полеты на огромных птицах The Falconeer получил свежеанонсированное обновление Безумия Атуна, где вам предстоит бороздить воды Великого Урси, посетить пиратское поселение Атуна, совершать набеги на торговцев Империи и сражаться с новыми противниками. Arcade Paradise — это симулятор владельца аркадного зала посреди прачечной, хотя тайкун, вероятно, лишь повод зарубиться в каждый из аркадных автоматов самостоятельно. А в игре их будет более 35, от простейших из 70-х до культовых из середины 90-х. ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch — третий квартал этого года. Ну а под занавес миру явили игру The Last Worker — приключение от первого лица, посвященное борьбе человечества в автоматизированном мире. Выпустят ближайшей зимой на ПК, PlayStation, Xbox и Switch, а также на шлемах виртуальной реальности PSVR и устройствах от Oculus. Еще больше новостей индустрии и занятных материалов от нашего творческого коллектива найдется на нашем сайте stopgame.ru. Например, Иван Кудряшов накатал полотнище об играх, так или иначе использующих стилистику нуара. Дмитрий Кунгуров популярно объяснил, так ли крут DualSense спустя почти полгода пользования. А до лайв-канала доползли записи стримов с недавнего 24-часового стрима, который, если вдруг вы не в курсе, завершился за душевнейшей историей Stop Game. Хорошего дня!